Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Александр. Я хочу вам рассказать о кресле 21 года. Кресло от компании Cybox. Модель называется Palace GI Size. Это действительно очень достойное кресло. Сразу скажу, этот обзор не проплаченный никем. Просто говорю как есть. У меня самого есть дети и я считаю, что детей нужно возить в хороших, безопасных креслах. И это кресло именно таким и является. Одно из самых безопасных среди универсальных кресел в категории 1, 2, 3. С 9 месяцев до 12 лет. И одним из самых безопасных его делает именно наличие вот такого столика. Этот столик делает безопасность лучше, потому что он большой, площадь контакта с ребенком больше, нагрузка распределяется эффективнее. И тем самым, соответственно, ребенок травмируется значительно меньше, нежели с ремнями. Хотя и с ремнями очень достойные кресла. Тут просто нельзя говорить, что те нехорошие, надо только столик брать. Нет, просто со столиком немножечко получше при лобовом ДТП. Поэтому и рейтинг у таких кресел немного выше, чем кресел с пятиточечными ремнями. И в 21 году они сделали эту модель новой и, как видите, поменяли полностью столик. Теперь столик крепится к креслу не вот автомобильным ремнем, как это было раньше, а вот своим ремнем на столике. Благодаря наличию этого ремня они освободили кучу места для самого ребенка. Раньше из-за того, что столик был другим, он был больше и скрадывал пространство. Сейчас из-за того, что вот так можно спокойно его пристегнуть, у нас, смотрите, я вам сейчас даже просто на деле покажу. Вот смотрите, здесь куча места для ребенка. Куча просто. И напомню, не до 12 лет же столик используется, а до 4 до метра. А этого более чем достаточно, вот этого пространства для ребенка, даже в какой-то небольшой курточке. Напомню, верхней одежде возить нельзя, вы же знаете все, конечно, да? Это небезопасно. Поэтому в обычной одежде спокойно ребенок помещается. Прогрели машину, снял курточку ребенок и поехали. В каких-то коротких поездках, может быть, если вы поленитесь ее снимать с ребенка, то будет чуть-чуть тесновато. Поэтому имейте это в виду. Соответственно, вот сам столик, и его мы используем до метра ростом. Все, вырастаем, убираем столик. Он уже не нужен. И оно превращается в обычную категорию 2-3. Соответственно, в 2-3 категории нет ремней. Здесь уже используются штатные ремни автомобильные. Как вот взрослый человек себя пристегивает, так же здесь происходит в кресле. Сейчас я пристегну и объясню. Вот как это выглядит в автомобиле. До 100 сантиметров мы доросли, ребенок дорос. И вот так мы пристегиваемся. Здесь в подголовнике специальный направляющий, через него проходит ремень. И когда регулируем высоту подголовника, то обязательно оставляем расстояние от подголовника до плеча 2 пальца. Простой вам ориентир. По-простому объясняю. Это нужно для того, что если вы поднимете выше, то ремень сдвинется выше и будет на горле. Это очень сильно опасно. Ни в коем случае так не делайте. Поэтому 2 пальца не выше 2, желательно не меньше 1, чтобы он не давил элементарно. Вот, собственно, с креплением мы с вами разобрались. Того, как пристегивается ребенок. Взрослый и помладше. Само же кресло из-за того, что сейчас уже нет нужды использовать 5-й автомобильный ремень при креплении столиком. Его оборудовали дополнительно креплением якорным ремнем. Потому что раньше эту роль играл автомобильный ремень в направляющем. А сейчас используется якорный ремень. Вот до метра роста, пока используется столик, мы используем якорный ремень. Закрепили и на изофикс, соответственно, внизу закрепили. Здесь изофикс грамотный. Вот так вот по одному высовывается. Защелкнули. И сзади уже якорный ремень, соответственно, пристегнули. Я этого сейчас не делаю, его все равно не видно. Вот. Что касается комфорта, давайте поговорим о комфорте. Здесь есть возможность вот такая вот регулировки наклона. Наклон на самом деле не сильно меняется, но сама посадка немножко меняется. Делается чуть более заваленной из-за того, что мы можем немножечко приподнять. Вот. По наклону. У нас наклон зависит сильно от спинки автомобильного сидения. Если она у нас каким-то образом чуть-чуть регулируется, кресло чуть-чуть дальше опустится. Если нет, то что имеем, то имеем. Дальше вы не опрокинете. Но подголовник здесь регулируется по глубине. Это фишка Cybox. Если ребенок уснул, можно подголовник внутри чуть-чуть назад опрокинуть. И голова опрокинется дальше. И, соответственно, когда ребенок спит, голова свисать вперед не будет. Это очень-очень крутая фишечка этого кресла. Так. Что касается безопасности. Я говорил, что оно здесь очень на высоком уровне. Безопасность. И благодаря тому, что здесь еще есть наличие системы LSP при боковом ДТП. Здесь вот эта система, она гасит дополнительно энергию удара при боковом ударе. И это наличие системы сейчас в большинстве кресел, оно обязательно. Потому что кресло соответствует стандарту iSize. А там очень высокие требования при боковом ДТП в том числе. Поэтому вот эта система всегда в таких креслах есть. И не удивляйтесь, что это за штуки здесь торчат. Это очень полезная вещь. Нужно... В большинстве кресел они или снимаются, или отщелкиваются, или кнопочкой выезжают. Вот поэтому, если со стороны салона что-то можно убрать, убираем. Если нет, то оставляем. Или же... Ну, не точнее говоря, не или же. А со стороны двери обязательно она должна стоять. Потому что именно при боковом ДТП она гасит энергию ударов. Что касается материалов и самой ткани. По мягкости здесь, как и в других моделях, как и раньше, очень все хорошо с мягкостью. Кресло на самом деле мягкое. Здесь ход, я не знаю, сантиметра три. Как перевая подушечка такая. Чуть плотнее спинка. Но здесь так и должно быть. Что касается ухода за тканью. До 30 градусов можно стирать. Стирайте обязательно до 30 градусов. Потому что, если оно сядет, вы уже ее не оденете. Это проблема. Поэтому, вот, имейте в виду. И эта ткань, кстати, хорошо себя зарекомендовала годами. Эта же ткань в предыдущих сериях использовалась. Как и с носостойкой тканью. Поэтому, вот, с материалами здесь все, в принципе, по большому счету хорошо. С посадкой тоже все хорошо. С безопасностью все хорошо. Это я уже вам, как бы, свое мнение говорю. Подытожить надо, скажем так. Вот. Поэтому, если хотите, одно из самых интересных кресел по безопасности. За адекватные деньги. А я считаю, за такой уровень безопасности, это адекватная сумма. Сейчас вообще слово адекватность и цена на что-либо уже вещь несовместимы, мне кажется. Сами знаете, что происходит в мире. И, ну, капец, короче. Но, все равно, за безопасность детей надо платить. И здесь вы платите не самые большие деньги. Но, не дешево, естественно. Ссылка на него, на мир автокресел в описании. Пройдите, посмотрите. Если есть возможность приехать в магазин с ребенком, приезжайте, померяем, посмотрите, убедитесь в том, что я сейчас в обзоре вам рассказал. Вот. Ну, а, собственно, если обзор был полезен и интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать удачи на дорогах. Всего доброго.